Хотя проведение культурных мероприятий во время чрезвычайной ситуации ограничено, некоторые учреждения, соблюдая строгие меры безопасности, продолжают или возобновляют свою работу. В настоящее время в Давгупилсе можно посетить Краевический художественный музей, Центр гончарного искусства, Латгальскую центральную библиотеку и ее филиалы, а в субботу, 12 декабря, снова откроют свои двери арт-центр имени Марка Ротко. Давгупилчане с удовольствием берут книги и другие печатные издания для чтения дома. Наиболее востребованными традиционно являются любовные романы и детективы. Интерес вызывают также исторические, биографические и художественные произведения, мемуары выдающихся личностей, а также произведения в жанре приключений, фэнтези и фантастики, предпочтения которым отдает молодежь. По мере приближения праздников, все больше внимания уделяется книгам о Рождестве и Новом Годе. Выбор книг действительно широк. В конце ноября на полке библиотек поступило более тысячи новых печатных изданий на латышском, русском и английском языках. Новинки также ожидаются в декабре. Во многих мероприятиях библиотеки можно участвовать в режиме онлайн. Начиная с субботы, 12 декабря, прием ответственных посетителей возобновляет Далгопилский арт-центр имени Марка Ротко. Здесь можно будет осмотреть постоянную экспозицию Марка Ротко «Жизнь и искусство», а также семь сменных экспозиций, в которых представлены работы местных и зарубежных художников. Всех посетителей просят правильно использовать маски, соблюдать дистанцию, а также воздерживаться от посещения центра при наличии признаков заболевания верхних дыхательных путей. В начале декабря после перерыва возобновил работу Далгопилский краеведческий художественный музей и Далгопилский центр гончарного искусства. Настоящее время не открыто для индивидуальных посещений. В центре гончарного искусства представлена выставка керамики 10х4, посвященная 40-летию студии народного прикладного искусства Латгала и десятилетию центра. В музее также можно посмотреть несколько интересных и оригинальных выставок искусства и истории. Необычное сочетание предметов из стекла и кожи, такие разные вместе. Не остались без внимания и художники Далгопилса. Наибольшей популярностью у посетителей пользуется интерьерная выставка в квартире советских времен. Сотрудники отмечают, что большинство гостей в последнее время выбирают время провождения на свежем воздухе, поэтому посещают не музей, а его дворик, где можно увидеть рождественскую инсталляцию «Музейная белая сказка». Она дополняет сказочный мотив, который в этом году доминирует в праздничных украшениях города. Покидая дом, жители призывают соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы ничто не омрачало праздники. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгопилской городской думы. Продолжение следует...